здравствуйте уважаемые телезрители многих конечно же волновало то что произошло но я во всяком случае об этом сегодня узнал в кенеле когда двое девочек подросток просто даже не избили а чуть ли не убили котенка и я считаю что их надо наказывать их родителей по всей строгости закона лично я бы девочкам этим не родителям а вот именно девочкам впаял бы 25 лет строгача некоторые кто после этого скандала они эти самые кенельские так называемые живодерки удаляли свои записи в соцсетях но все-таки кое-что пока нам доступно и так давайте-ка смотреть но я сразу хочу сказать вот его видео есть на ю тубе на канале youtube news но я из этических соображений из-за того что котенка мне очень жалко я его не буду транслировать вы должны меня понять кто хочет тут пусть посмотрит а теперь касательно где же проживают эти самые живодерки хотя я думаю что после этого видео они съедут куда подальше и самарской области и будут это решение правильным потому что в противном случаях просто ждет суд линча и так где живут эти самые ну одна из кенельских живодерок одна из кенельских зала живодерок по сообщению одного из сайтов живет во первых ее имя фамилия отчество зотина алина евгеньевна год рождения 12 октября 2003 года она живет в кенеле по лесу улица адженикидзе дом 120 квартира 34 но это как мы видим не точно однако если это так то этот дом вот он ну даже вот мы видим на пан на панораме этот дом это вот это вот дом но я видел сюжет по нтв и мне кажется что этот дом действительно это их адрес дальше это самая девочка учится ну наверно уже съедут пока формально учиться в школе номер с минуточку в школе номер 9 кенеля на вот находится по адресу кенель улица ульяновская дом 27 а и пока я страничка вк у них уже удалена но страничка но из водер правда другой марии и все есенины доступна в одноклассниках пока еще хотя когда вы будете просмотреть мое видео думаю что эту страничку она уже или ее родители удалят но пока она доступна так что вот так вот дальше где работ стоит ее мама зотина надежда геннадьевна значит года рождения 27 апреля 1983 года а работает она идем по ссылочке по ссылочке идем и работает в компании 100 авто если конечно он сайт не врет значит она компания 100 авто есть в кенеле не знаю кем работает но по крайней мере так написали на сайте архивы и страницы но друзья тут не все не повинны поэтому хотя может и повинны но не будем как же других светить давайте архив фото со страницы вк а вот тут интересно есть давайте посмотрим что у нее там уже удалено скачать но скачивать мы не будем дабы нам избежать каких-то вирус ников от на зарегистрироваться это не зарегистрироваться ладно извините ну кто захотите вот сайта рок-хост сами посмотрите короче так но одна классиков я не буду светить потому что по моему они причастны и талии которые ветклинику тоже про синельникова не знаю ничего а он по моему да он по моему кстати да я видел сюжет он по моему реально отвез кота ветклинику но во всяком случае выходил кота и ну все больше ничего нет больше они удалили друзьям матери животерки ну то такая же говорил каудальна короче друзья мои не надо мучить кошек и собак где раз уж пошла такая тема мое отношение к данной проблеме что касательно собак что там их надо убивать но лишь в одном случае когда нападают на тебя если на тебя собака не нападала то убивать и мучить тем более ни в коем случае не надо ну а кошка может только лишь поцарапать и не может там прогрызть человеку ну например лицо и но я не то что призываю к суду линча хотя думаю что суд линча это был бы справедлив те кто не знает что такое суд линча просто погулять и друзья это все статьи пара него и есть ну что ж спасибо спасибо надеюсь их накажут этих самых живодер ну как я еще раз повторюсь видео не буду показывать кошку или котика очень жалко это вообще пиздец вообще как так можно было я не представляю ну что ж спасибо спасибо за внимание до свидания